Ну вот, собственно, вся подготовительная работа завершена. Выкройка нарисована, пряжа перемотана, полоски нарисованы в генераторе полос. Мне все очень нравится. И, как я уже говорила, всю информацию с большого компьютера я переношу на мой рабочий. Почему я выбрала книг, я уже тоже вам рассказала. Ничего не скрываю, рассказываю весь процесс. Сейчас перенесли при помощи флешки на компьютер. Не забудьте, если вы рисуете какие-то определенные узоры, свои, со своими цветами пряжи, точно так же переносить не только узор, не только выкройку, но и палитру. Потому что смотрите, что получается. Если мы возьмем... Вот сейчас я начну вязать вот эту вот странную деталь, правда она будет однотонной, основной. Но если я ее перенесу, помните, какая у нас была палитра? И что мне рисует программа сейчас? У нее есть такая особенность. Она выдает ту палитру, которую мне стояла. Вот что хочет, то и подставляет. Поэтому не забывайте, что нам нужно и палитру переносить тоже. Сгружаем палитру. И те цвета, которые мы с вами выбирали, вот они присутствуют. Почему вот так подрезано? Почему не все прорисовано? Почему я стерла? Это уже мастер-класс. А сейчас мы с вами убираем все картинки, убираем все рисунки, убираем все полоски. Беру основную пряжу. Вот то, что мы перематывали. Вот, кстати, еще раз продемонстрирую вам, что такое коротенькая втулка. Почему она короткая? Видите, как хорошо стоит. И стоит прям ровно идеально. Это основная пряжа, одна четвертая. Была бы длинная, она бы болталась и всячески мне портила жизнь. Так она будет спокойненько стоять в коробке и перематываться. Не буду ничего придумывать, никакие ущрения применять. У меня достаточно хорошо настроен нитевод. Все четыре слоя пойдут через одну направляющую. И, собственно, сейчас я перехожу к вязанию, собственно, самого джемпера. И начинаю с резиночки, потом деталь, потом вторая деталь, третья и так далее. Вам покажу, как я буду менять пряжу при вязании полос. Потому что вот то количество мотков, которые мы с вами создали, мне придется с ними справляться. Я думаю, это будет забавно. Сама посмеюсь и думаю, что вас тоже повеселю своими этими ухищрениями, как я буду с этими мотками тут разбираться. А пока вяжем первые детали.